В нашей стране уже существует профессия – специалист по взысканию просроченной задолженности. Данный профессиональный стандарт, разработанный специалистами НАПКО, принят Министерством труда, внесён в общероссийский классификатор видов экономической деятельности и внедрён на нашем рынке. Крупные компании, которые входят в НАПКО, которые соблюдают кодекс этики, они соблюдают и все действующие законы. От Конституции Уголовного кодекса до отраслевого банковского законодательства, законодательства о потребительских кредитах. И это правильно, потому что все компании, которые работают на рынке, они должны же соблюдать и все законы. Членами НАПКО являются лучшие компании на рынке взыскания. Вот почему лидеры финансового рынка и крупнейшие кредиторы делают свой выбор в пользу сотрудничества с компаниями, являющимися членами нашей ассоциации. На сегодняшний день Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств это определённый знак качества в мире взыскания. И большое количество крупных банков, микрофинансовых организаций, телекоммуникационных компаний ориентируется на этот знак качества, выбирая для себя партнёров по принципу, входит ли компания в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств или нет. Ассоциация готовит свои стандарты. Эти стандарты обязательны для всех участников. В первую очередь, это кодекс этики, который определяет то, как работает коллектор с должником. Конечно, квинтэссенция этой работы — это работа с законопроектом. НАПКО разрабатывала множество законопроектов. И тот законопроект, который сейчас рассматривается в Государственной Думе, это тоже, по сути, в основе его лежит наш законопроект. Ну и НАПКО, безусловно, старается достичь того, чтобы позиция профучастников была услышана. Наша ассоциация, Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств, заинтересована как бы в обратном, нормальном смысле слова, прессинге со стороны общества, которая помогает нам отформатировать как этику коллекторского бизнеса, так и те способы взаимодействия, которые допустимы в цивилизованном обществе. Идея создания ассоциации возникла на заре становления коллекторского рынка в 2006-2007 году. Мы вскоре после оформления ассоциации вступили и получили членство в Европейской конфедерации европейских коллекторских агентств, где получили достаточно интересный опыт и методические материалы в отношении того, по каким стандартам должен работать рынок. И в первую очередь, безусловно, это уважительное отношение к личности и к правам заемщиков, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в нашей работе. Есть определенные грани, через которые компании, которые работают в нашей сфере, не переступают. И у нас нет цели запугать нашего должника, помочь ему разобраться в его проблемах и в конечном счете понять, насколько эта проблема действительно сложная, неразрешимая или же есть пути выхода. В НАПК существует целый порядок реакций на жалобы, поступающие в контрольный комитет. Это может быть как увольнение сотрудника, допустившего грубое обращение с должником, так и исключение компаний из ассоциации. НАПК однозначно выступает за очищение рынка от недобросовестных компаний, от компаний, которые порочат нашу профессию, и выступают за то, чтобы в профессии коллекторской остались только честные компании, которые соблюдают все стандарты деятельности и все действующие законы. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств это как раз тот самый путь или шаг к саморегулированию. И те действия, которые делает сейчас НАПК, и будучи членом Совета НАПК, я знаю, и планируют делать, они как раз должны помочь рынку стать более цивилизованным, или той части, которая хочет стать более цивилизованным. Мы уверены, что совместными усилиями мы сможем сделать рынок взыскания в России цивилизованным и соответствующим лучшим европейским стандартам. Помните о том, что кредит это все-таки большое и очень ответственное обязательство, финансовое обязательство. Когда вы подписываете кредитный договор, трезво оценивайте ваши возможности, внимательно читайте условия и будьте готовы к тому, что деньги нужно безусловно и вовремя возвращать.